здравствуйте сегодня у нас на обзоре очередная японская машинка очередной панасоник панасоник ергп 80 к что означает буква к честно говоря даже не в курсе подскажете буду рад итак начнем как всегда с коробочки с упаковки что приятно для меня как для продавца наконец-таки упаковка панасоника пришла к адекватным размером если у машинок и r15 11 15 12 коробка была практически как от телевизора и 16 11 уже стала вменяемого размера то здесь коробочка маленькая аккуратно ровно того размера что нужен для машинки и так давайте посмотрим что же у нас тут такого интересного написано на коробке и так самое интересное это конечно же мотор данной машинки мотор здесь линейный кроме как на панасониках такой тип мотора я пока нигде не встречал фактически это всего две модели и 1611 и rgp 80 также здесь очень интересный нож нож стандартный для всех современных машинок панасоник так называемые экстейпер blade особая форма зубцов позволяет им срезать волос более эффективно здесь на коробке указано что на 40 процентов эффективнее по сравнению с другой старой машинкой панасоник но по опыту могу сказать действительно нож довольно интересный срезает очень качественно чисто за один проход дальше чистота двигателя 10 тысяч движений в минуту частота высокая обеспечивает еще более чистый срез кроме того здесь используются литий-ионный аккумулятор это наверное одна из первых профессиональных машинок панасоник с данным типом аккумулятора полная зарядка за час время работы порядка 50 минут само собой время может варьироваться в зависимости от того насколько там будем напрягать машинку также указано комплектно здесь у нас четыре насадки пардон три насадки двухсторонние 3 4 миллиметра 6 9 миллиметров 12 15 миллиметров подчеркивается что у нас здесь есть регулировка длины среза от 0 8 до 2 миллиметров что есть индикаторы заряда удобный есть подставочка и может работать как от кабеля так и от аккумулятора без кабеля на обороте расписывается у нас какая чудесная эта машинка но в принципе все это мы уже видели у машинки и 1611 то есть то что линейный мотор у него с падением заряда аккумулятора не падают обороты постоянно остается на уровне 10 тысяч движений в минуту также не зависит скорость ножа от густоты волос то есть но вот такое чудо мотор который творит чудеса ну и еще раз показана картинка интересные заточки ножей панасоник фактически только у панасоника такая за . на сегодня который позволяет еще более чисто еще более эффективно еще более легко срезать волос но давайте наконец-таки распакуем коробочку посмотрим что внутри так внутри помимо макулатуры у нас прячется само собой сама машинка зарядная к машинке как без него подставка без нее конечно можно обойтись но все-таки удобнее особенно для профессиональной машинки когда у нас на телеге стоит подставка и насадки так же как практически всех машинок в комплекте масло и метла метла такого хорошего доброго размера и масло опять же не такого бичевского размера как у машинок у озера вполне себе нормальная туба конечно никакой они со 100 миллилитров но тем не менее порядка 10 миллилитров хорошо масло и метлу убираем сторонку давайте начнем с машинки и так еще раз повторимся нож здесь стандартный такой же как и на остальных профессиональных машинках для стрижки панасоник нож быстросъемный снимается просто надавливанием и ставится обратно небольшой момент об этом пишется на машинках на самих в инструкциях для того чтобы поставить нож на место надо обязательно выставить длину среза 2 миллиметра максимально хорошо корпус в нижней части прорезинены чтобы не скользил имеются небольшие такие штрихи чтобы было удобнее держаться пальцы не зеленое скорее декоративно кнопка нажать ее случайно при работе невозможно как бы плотно мы не брались она не попадает под палец давайте попробуем включить звук у этой машинки довольно непривычный благодаря высокой частоте двигателя тон тоже получается высокий но впечатление как бормашина у стоматолога но звук не раздражающий в принципе здесь все то же самое что у более старой машинки е1611 единственное отличие это аккумулятор никель металл гидридный аккумулятор е1611 заменили на литий-ионный аккумулятор немножко сузилась форма ручки я не скажу что она стала более удобной или менее удобный на мой взгляд ничего в общем-то в эргономике не поменялось ну им надо было как-то подчеркнуть изменения внешне они их подчеркнули что еще что еще что еще можно рассказать о машинке чего мы не прочли на коробке да в принципе все уже сказано можно добавить что вес у данной модели за счет применения литий-ионного аккумулятора немного снизился примерно на 20 грамм и вес этой машинки составляет 245 грамм ориентировочно а это очень небольшая масса повторимся что большинство профессиональных машинок имеет массу порядка 290 грамм это и классика жанра mozer chrome style этой и относительно свежей машинки wall super tupper cordless wall magic clip cordless у них у всех 290 грамм хорошо зарядное устройство зарядное устройство ну что про него сказать он заряжает характеристики говорить о том что они плохие или хорошие нельзя они соответствуют тому что требуется для машинки сделано в китае но видно что качество очень хорошая не как от китайского плеера зарядка очень качественно подставочка вот подставочка меня в этой модели разочаровала подставка небольшая довольно устойчивая но подставка все-таки легкая все-таки машинка в ней болтается поскольку на машинке на тележке парикмахерской у нас может валяться еще всяческая мелочевка станет на нее эта подставка и она завалится на бок если говорить вот сравнение с предыдущей моделью е1611 то там подставка была конечно же покруче она была массивнее она была тяжелее она была надежнее устойчивее кроме того насадки машинки три штуки как мы уже говорили они здесь находятся в отдельной подставке с одной стороны это удобно что можно где-то поближе к розетке поставить подставку для машинки и где-то там поближе к себе любимому поставить подставку с насадками но тем не менее на мой взгляд было удобнее когда все это было в одной подставке и машинка и насадки эта подставка была большой тяжелый и не падала как ее там не наклоняй как было у панасоник е1611 это я считаю одна из лучших вообще подставок какую я видел у машинок у панасоники е1611 ну давайте посмотрим насадки еще раз насадки точно такие же как у 1611 насадки двухсторонние здесь указана длина среза допустим самая большая насадка 12-15 миллиметров надеваются они ставим минимальную длину среза 0 8 миллиметра вставляем сначала сам нож до упора туда и потом защелки все можно работать снимаем с одной стороны здесь насадка на защелках материал довольно таки добротный довольно жесткий это не относительно дешевые насадки как у большинства других машинок как у того же мозера или вола где они выполнены из какого-то очень хлипкого очень мягкого пластика который со временем имеет свойство разнашиваться здесь пластик довольно жесткий конечно здесь можно говорить о том что удобно или неудобно двухсторонние насадки можно говорить о том что здесь для многих непривычный угол атаки насадки да у мозера вола у эндис остера у всех насадочки немножко другие они более гладкие получается и более длинный панасоника немножко другая история но это исключительно дело привычки кто к чему привык ну что же давайте попробуем резюмировать что же за чудо-машинка нам такая досталась на обзор что в ней хорошего что в ней плохого сразу же оговоримся плохого про эту машинку я не могу сказать ничего машинка удобная машинка легкая машинка достаточно мощная что про нее еще сказать отличный нож к недостаткам ножа можно отнести то что он не затачиваемый он одноразовый с другой стороны и ножи которые формально являются затачиваемыми у нас в мастерских точат погано их проще выкидывать сразу же менять на новый машинка в принципе является полной копией по функционалу по возможностям машинки от panasonic g и 16 11 к отличие в том что здесь используется новый аккумулятор литий-ионный аккумулятор который в настоящее время более модный что якобы в нем начато отсутствует эффект памяти но тем не менее все мы знаем что те же самые мобильные телефоны тоже нежелательно заряжать каждые пять минут хотя здесь написано в инструкции что можно постоянно заряжать перезаряд этой машинке не страшно стал эта машинка легче на 20 грамм других отличий в общем-то и нет от предыдущей версии и так машинку конечно же рекомендую с другой стороны я честно говоря не вижу смысла переплаты за эту машинку по сравнению с е1611 если она вам больше нравится ну хорошо добавьте немного денег купите эту машинку если вас вполне устраивает по дизайну потому как лежит в руке е1611 ну наверное проще немножко сэкономить и взять себе е1611 поскольку все технические характеристики за исключением аккумулятора у них одинаковые ну что ж на этом пожалуй все если будут какие-то вопросы пишите пишите в комментариях под этим видео пишите в нашей группе вконтакте пишите еноту по стригуну вконтакте буду рад ответить на ваши вопросы на сегодня пожалуй все пока пока